Лето, солнце, жара, теплый дождь, теплый водоем, холодные супы. Классная комбинация. Сегодня мы приготовим два крем-супа, которые точно составят альтернативу привычной окрошке. Ну что, начнем? Начнем с кукурузного. Для его приготовления нам понадобится 250 граммов уже отваренной кукурузы в початке. Аккуратно отдели зерна кукурузы при помощи ножа. Таким образом ты получишь примерно 300 граммов чистых зерен кукурузы. Разломай руками большие куски на более мелкие и сложи в чашу для блендера, в которой мы и будем готовить наш суп. В нее же налей 160 граммов натурального йогурта и 300 миллилитров цельного корового молока. Не забудь посолить и добавить одну столовую ложку оливкового масла. Вот и все. Суп почти готов. Осталось только одно. Чем дольше ты будешь нажимать на кнопку, тем более однородным получится твой суп. Ты также можешь добавить кусочки льда в процессе взбивания. Засервируй суп в охлажденную тарелку. Так он дольше сохранит свою прохладу. Немного оливкового масла сверху на готовый суп. Украсим его помидорами черри, разрезанными напополам. Очень хорошо этот суп дополнит свежий мягкий авокадо. А чайная ложка позволит сделать работу чисто, быстро и аккуратно. Взбрызни авокадо лимонным соком. Сверху соль с чили и лаймом. Рецепт, который ты сможешь найти, пройдя посыл в правом верхнем углу. Холодный крем-суп из кукурузы, с авокадо и помидорами черри готов. Приятного аппетита! Так, стоп. Это же еще не все. На очереди суп из зеленого горошка с мятой. Для его приготовления тебе понадобится 200 граммов замороженного зеленого горошка. Листья мяты можешь положить целиком. Они в любом случае хорошо измельчатся. Осталось добавить 300 миллилитров кокосового молока. Ты можешь заменить его на обычное молоко или сливки. Несмотря на то, что горошек был заморожен, пробивается он очень хорошо. При этом суп получается очень холодным. А благодаря свежей мяти, невероятно освежает. Засервируй суп в холодную тарелку. Добавь по вкусу соль, сок лимона или лайма. Упс! Все исправит влажная салфетка. Я люблю кушать этот суп с обжаренным до хруста беконом, который я заранее охладил. Но обычные сухарики из белого или черного хлеба подойдут идеально тоже. Ну как? Освежает? Обязательно попробуй эти супы. Они точно понравятся не только тебе, но и всем твоим друзьям. Не будешь же ты есть такую вкуснятину один? Остаемся на связи. Пока!